Говард Филипп Славкрафт за свою недолгую жизнь сумел стать источником вдохновения для огромного количества авторов различных произведений. Что касается игровой индустрии, существует минимум две очень хорошие игры по мотиву мифов Ктулху. Однако, помимо этого, существуют и игры, которые напрямую не связаны с вымышленным миром Лавкрафта, однако от одного взгляда на них становится понятно, чем вдохновлялись создатели. Darkest Dungeon является как раз одной из таких игр, и она умудряется передавать эту самую тягучую лавкрафтовскую атмосферу просто на каком-то невероятном уровне. От этой игры так и веет унынием и безысходностью, в хорошем смысле этого слова. Однако, очень важно заметить, что хоть все это и было вдохновлено творчеством Говарда Филиппса, будет ошибочно приписывать эти заслуги именно ему. Заслуги это именно создатели игры, потому что сделать такую тягучую атмосферу может далеко не каждый. Притом, стоит добавить, что деньги на игру были собраны на Кикстартере. Это не такой уж и частый случай, когда за фанатские деньги создается настоящий шедевр. Не такой частый, как хотелось бы. Начать стоило бы с обозначения жанра игры, но у меня мало того, что в принципе проблемы с этим, так я еще и действительно не знаю, как называется то, что вы сейчас видите перед собой. Поэтому скажу то, что знаю. Игра точно относится к жанру roguelike, он же рогалик. То есть мы берем персонажа и отправляемся в приключения, которые генерируются автоматически из шаблонов каждый раз заново. То есть никогда не будет точно повторенного одного и того же события, если обратно не предусмотрено сюжетом. По стилистике же Darkest Dungeon это темная фэнтези в самом прямом своем значении. Начинается все с того, что мы, некий безликий персонаж, получаем извещение, что наш родственник приставился и в наследство передал нам целое громадное поместье с прилежащими к нему землями и маленьким городком под названием Гамлет. Все вышеразначенное находится в запустении, вокруг творится разруха, и нам, как наследнику, придется все это восстанавливать за свой, разумеется, счет. Однако тут мы напрямую, как персонаж, не участвуем. Дело в том, что тут не просто запустение, тут еще творится какая-то мистификация. Люди пропадают, слышны вопли, стоны, крики, часто крестьяне видят каких-то непонятных тварей. Дело ясное, тут нужны бригады расчистки. И потому мы даем объявления о щедрой награде для разных приключенцев. И вот со всего этого средневекового вымышленного мира к нам съезжаются те самые искатели приключений. В общем-то менеджмент этих самых приключенцев это и есть основное занятие в игре. Сама цель с поиском записи и убийством ключевых боссов и прочим отходит на второй план. Все внимание обращается на героев. Ведь игра это еще и полноценное РПГ. Каждый игровой день дилежанса, такая повозка, приводит к нам новых персонажей, которых мы можем нанимать. У этих персонажей автоматически генерируются имена, их разумеется тоже можно менять, и набор открытых навыков из ограниченного количества имеющихся. Их тоже можно будет поменять впоследствии. Все персонажи разделены на классы. Фактически персонаж это и есть класс. Например, в обучении мы начинаем с рыцарем. Это классический такой одоспешенный мастер щита и меча. Средняя защита, средняя атака, херовая поддержка. И разбойником. Отличная атака из пистолета, кремниевого разумеется. Отличный показатель критического урона, но все остальное на низком уровне. В обучении они ходят вдвоем, но вообще в подземелье всегда отправляется состав из четырех героев. Помимо названных есть еще Весталка, Чумной, Доктор, Антиквар, Оккультист, Выродок, Дрессировщик, Воитель, Арбалечец, Наемник, Прокаженный и Шут. Всех запомнили? Всего 15 персонажей, 15 же получается классов. Плюс есть добавленные с DLC, Мушкетер, которые я так и не купил, я позже объясню почему, Самобичеватель и Щитолом. Итого 18. И это, согласитесь, немало. Каждый класс имеет свое назначение. В целом они так или иначе универсальны, но на каких-то ролях они смотрятся убедительно, на каких-то как медведь в птичьем гнезде, то есть явно не на своем месте. Весталка, скажем, неплохо умеет шарахать дубинами всякую нечисть, но лучше оставить на ее плечах лечение. А Антиквар, к примеру, полная хрень. Один из самых дебильных классов, если честно. Об этом позже. Пока необходимо сказать, что подстать всей атмосфере игры, персонажи вызывают некую в хорошем смысле слова, как это ни странно, тоску. Ты смотришь на этих рыцарей в запачканных доспехах, колдунов, грязных халатов, всяких еродивых, прокаженных, прячущих лица, чтобы их, не дай бог, не увидели, и понимаешь, ооо, это я удачно зашел. Итак, наша цель при помощи этой кампании бороздить подземелье. Поэтому мы собираем группы из четверых потенциальных смертников, готовых за не менее потенциальные сокровища совсем не потенциально расстаться с жизнью. Затем закупаем на имеющиеся деньги снаряжение. Снаряжение тут, кстати, довольно интересное. Во-первых, персонажам нужно что-то есть в долгих подземельях, и если они не едят, то они теряют здоровье и кое-что более важное. Рассудок. Во-вторых, нужен свет, поэтому факелы всегда в ходу. Потому что, как ясно из названия игры, подземелье здесь темное. Ну и прочее барахло. По сути, героям будут попадаться целые свалки всяких интересных и не очень объектов. Алтари, сундуки, старые серванты и прочая дрянь. Все это может оказаться запертым, отравленным, проклятым. Поэтому необходимо снаряжение, которое все это поможет преодолеть. Беда в том, что количество мест в сумке сильно ограничено, а стаковица предметы тут не так, что прям щадящие, скажу. Например, в одну вязанку с факелами умещаются не более 8 штук, а это совсем немного. То есть на снаряжение-то хватит места, но вы же в подземелье не за свежим воздухом идете, вы же оттуда потом потащите тонну барахла на себе, и его тоже нужно куда-то складывать. И довольно обычная картина, когда под недовольное ворчание команды и собственного внутреннего скряги ты выкладываешь из инвентаря все ненужное, как ты думаешь, снаряжение, чтобы через минуту наткнуться на ситуацию, где оно, блин, пригодилось бы. И при этом никто тебе не скажет, как обезвредить ту или иную ловушку, посыпать лечебными травами, окропить цветовой водой или пнуть как следует, все лишь опытным путем. Добро пожаловать в Darkest Dungeon, детишки. Но вот группа снаряжена, или снаряжена, как правильно, и входит в подземелье. Некоторые персонажи обладают шансом провести разведку и отобразить на карте всякое разное, но, как правило, вы идете вслепую. Пока вы стоите на месте, время как-то, ну, замирает, что ли, это удобно, хотя не сразу понятно на самом-то деле. Но любое движение вперед или назад уже дает времени ход. Со временем гаснет факелы и становится не просто темно, персонажи еще начинают чаще мазать по врагам и сильнее терять рассудок, однако увеличивается сила и частота критического урона, а также шанс на нахождение более ценных сокровищ. Поэтому прожженным героям можно порой рискнуть и идти вообще без факелов. Но, учитывая, что игра это абсолютнейший рандом и случится может все, что угодно, это действительно рискованно. Сейчас объясню. Вот наши персонажи бредут по подземелью, обходя ловушки и не всегда успешные. Опа! Натыкаются на врага. Разной степени силы. Конечно, степень силы соотносится с уровнем подземелья, это да, но тогда давайте скажу так, со случайной степенью опасности. Например, личинки довольно простые, а вот долбанные ядовитые пауки доставляют немало проблем. Ну и вот начался бой. Бои тут пошаговые, время в них идет соответствующее, так что часики не тикают и вас никто не подгоняет. Думайте, сколько влезет. В зависимости от инициативы, вы и ваши враги, как в каких-нибудь героях меча и магии, выстраиваетесь в условную линейку и атакуете согласно в очереди. Увы, самой линейки не видно, поэтому кто атакует следующим для всех будет сюрпризом. Конечно, инициативу можно усилить и подавить, ведь есть же бафы, дебафы, есть оглушающие и многие разных других эффектов, включая отравление, кровопотерю и прочие радости, которые в случае получения нашими героями необходимо лечить расходниками. И вот тогда ты думаешь, блин, на всю группу последний бинт. Это точно не помрет, так что пусть истекает кровью. Лучше поберегу бинт на черный день. Надо ли говорить, что по злой традиции, либо бинт так и не понадобится, либо черный день наступит через минуту, когда этот персонаж таки сдохнет от кровопотери. Но вернемся к бою. У всех персонажей есть два типа навыков. Боевые и лагерные. Всего их по войсам и открыть их в принципе можно все, но выбрать лишь четыре. Вот этими четырьмя навыками мы и атакуем. То есть тут нет общей возможности просто ударить оружием. Любое действие это навык. Разные навыки можно использовать на разных позициях. Есть универсальные, но как правило позиция тут очень важна. Например, колдун не может колдовать щупальца, если не находится на самой задней позиции. Поэтому на исход приключения влияют не только персонажи, но и их расстановка. И конечно же враг попытается этот строй нарушить. Врагов тут немало, и чем круче подземелья, тем все более кошмарные морды будут попадаться. Мало того, что нарисованы они тоже внушительно, и то, что в принципе представляет из себя зачастую нечто мерзкое и порой даже хтоническое, так еще и проблема доставлять ой как умеют. У них тоже есть свои навыки, которые они не постесняются использовать. Забавно тут сделано знакомство с врагами. Сперва мы не знаем, что из себя представляет тот или иной враг, но когда он применяет атаки, их список при наведении на него как бы пополняется. И таким образом, методом проб и ошибок, чаще конечно же второго, мы узнаем о противнике и его возможностях, и подстраиваемся соответственно. Противники делятся на классы, нежить, животные, люди и прочая гадость. Разные герои с разными навыками лучше справляются с тем или иным. Победив врага, мы подбираем выпавшие сокровища, если места хватает, ну и идем дальше. В зависимости от цели миссии, нам необходимо просто исследовать 90% подземелья, зачистить 100%, либо найти все нужные вещи. Например, 3 мешка зерна, там 3 алтаря. У подземелья есть разные размеры, с Крохотным все в порядке. А вот начиная со средних, да, мы берем с собой Хворост. Можно будет сделать Привал от 1 до 2 раз. На Привале мы можем применить второй тип навыков героев. Как правило, это бафы. Снять стресс, подкрепиться, подлечиться, подготовиться. Нам дают количество очков, одно на всех, и мы можем расходовать их на эти самые навыки. И опять же, стоит подумать, выполнить дорогостоящие действия, или вместо него два других подешевле. Кстати, во время такого ночлега есть шанс быть окруженными, что всегда неприятно. В принципе, уйти из похода можно в любой момент, даже из боя есть часто шанс выйти, хоть и с потерями. Но тогда ты не получишь сокровища, и уйдешь в минус, да и психика у героев пойдет лесом. А вот если цель миссии выполнена, можно с чистой совестью выходить, получить награбленные призы, получить приз за подземелье бонусный, и повышение уровня у персонажей. Он повышается только в случае успешного завершения миссии, не имея значения, сколько конкретно этот гражданин намесорубил врагов, даже если на нем вся пати держалась. Провалил задание, все в убытке, и ты, и герои. А провалить задание здесь, как два пальца. Игра не была бы и в половину такой классной атмосферной, если бы не его величество рандом, так великолепно поддерживающей атмосферу безысходности. У игры есть золотое правило, случиться может все что угодно, в любой момент. Даже когда ты думаешь, что уже конец, вот-вот, и ты триумфатор, нет, ты можешь на последнем мгновении потерять все нажитое. Персонажи могут не обезвредить несколько ловушек подряд, и начать первый же бой сильно потрепанными. Количество врагов, и их сила может сильно превзойти ожидания. Могут появиться враги, которых ты тут явно не ждал, сильнее обычного. Сам бой тоже проходит случайным образом. Если удача повернется к тебе лицом, враг может даже не успеть совершить ни одного действия, как уже будет вынесен вперед ногами. Даже самый непростой отряд врага можно не останавливаясь затоптать конями, даже не заметить, если повезет. Но с тем же успехом бой может начаться с катастрофического невезения для тебя, и такого же везения для врага. Самый сильный, крутой, и несущий на себе бремя возложенных тобой надежд, герой может промахнуться подряд раз пятьдесят, ну, не пятьдесят, конечно, но один, два, три, четыре, вполне, да. А какой-то сраный скелет критануть, а те вот те самые пять раз, по тебе и все, группа развалилась. Строй порушен, персонаж убит, другие на грани безумия, и можно уже начинать писать завещание. Особый колорит в атмосферу и геймплей вносит безумие. Это краеугольный момент и, наверное, основной показатель игры, самый важный. Честно, не так важно физическое здоровье персонажа, как и его психика. Подумаешь, умер, шм умер, лишь бы был здоров. А вот очумевший от ужасов подземелья персонаж не просто мертвец под вопросом времени, но еще и потенциальный вредитель. Показатель психики представляет из себя шкалу, которая заполняется от... да от всего, блин, она заполняется. Пока ты идешь по подземелью, она заполняется. Гаснет факел, она заполняется еще быстрее. Неудачное действие заполняется. Ранение заполняется. Смерть союзника, промах по врагу она заполняется вообще от всего. Плюс, многие враги любят наносить удары именно по психике, а не по физическому телу. Те же самые колдуны, например, и прочее шушера. Да и некоторые навыки персонажа также заполняют его шкалу безумия. И вот, когда шкала заполнена, происходит спасбросок и... ну, конечно, существует небольшой шанс, что очумевший персонаж вдруг воспрянет духом и мало того, что сам очистит разум, так еще и начнет положительно влиять на других. Он буквально сможет вытащить на горбу весь поход. Но, как правило, спасбросок приводит к одному из психических нездоровых состояний, каждый из которых негативно отражается на действиях персонажа и, в принципе, на исходе приключения. Например, трусость заставляет героя часто пропускать атаки, агрессия атаковать без спроса, часто даже своих. И вот, промазать по врагу, но критануть по своему, это, знаете ли, святое дело, да. Какой-нибудь эгоцентризм не дает другим союзникам воздействовать на персонажа, скажем, лечить его. Особенно это классно на отдыхе, когда действия очки уже потрачены, а персонаж просто шлет себя нахрест твоими души спасительными беседами. Плюс к тому же, подавленный персонаж при каждом действии другого персонажа всячески проявляет свою шизанутую натуру. Например, если кто-то промазал, говорит нечто вроде «Ах ты криворукая обезьяна, да моя бабка лучше стреляет, а если попал, ишь ты, в ноги кланяется». И плюс каждый ход такие персонажи тоже не забывают ляпнуть, что мы те такое, отчего всем становится дурно. Понятное дело, что от такого давления другие персонажи тоже пополняют собственную шкалу безумия. Однако, если будучи уже заполненная шкала безумия заполнится еще раз, то персонаж умирает без вариантов от разрыва сердца. Когда его просто смертельно ранят, там хотя бы включается режим присмерти, когда любой удар может убить, но может и не убить. У меня были случаи, когда персонажи выдерживали 5 ударов подряд, будучи при смерти. За это даже ачивку дают. А вот сбрендивший герой к концу второй шкалы мало того, что теряет здоровье до нуля от стресса и становится также при смерти. Так еще и при скорейшем заполнении той самой шкалы гарантированно умирает, что тоже не добавляет части уже задолбанной в корягу группе. Однако, если есть возможность повысить стресс, значит должна быть возможность и снять его, так? Так да не так. Да, она есть. Например, некоторые классы умеют понемножку ее снимать. На пикниках вот этих вот очень удобно это делать, в принципе. Беда в том, что вводится безумие лошадиными дозами, а выводится муравьинами. Поэтому менеджмент психики важнейший аспект Darkest Dungeon. И поверьте, это и в половину не так сложно и интересно, как я рассказываю. Это нужно попробовать. Стойте, стойте, погодите, не бегите, я еще не все рассказал. Предположим, вы все же успешно завершили задание. Что вы получаете? Ну, во-первых, рост персонажей в уровне. Что это дает? Это дает им возможность. Это важно. Возможность повышения. То есть, они не повышаются. Можно улучшить навыки героя, его доспех и его оружие. Но, чтобы это сделать, необходимо сперва отстроить Гамлет. Гамлет вида госэмахан, так сказать. И вот, для этого понадобится то барахло, что мы притащили из подземелий. Это золото, за него тут улучшаются герои и покупаются артефакты и провизия. А также фамильное барахло, портреты, бюсты, купчие документы и гербы. Их тут, кстати, можно обменивать по курсу, что удобно. Вот за них уже отстраиваются и улучшаются здания. Притом, при их восстановлении они визуально тоже меняются. Таким образом, Гамлет все меньше начинает напоминать какой-нибудь Бладборн и все больше просто готическую грязную дыру. Сами здания тут следующие. Это Дилижанс. Это не здание, разумеется, но его тоже можно и нужно улучшать. Он каждый день, а смена дня тут при выходе из подземелья происходит, привозит новых героев. Они нанимаются бесплатно, так сказать, мы всегда готовы, но на всех может просто не хватить места и нужно его расширять, как и другие возможности повозки. Есть здания, способствующие снятию стресса. Это храм и таверна. В каждом есть по три типа действия. Лучше, конечно, детишки, идти в храм. Там можно медитировать, молиться и заниматься самобичеванием. Да, последнее даже, наверное, лучше всего у нас с вами получается всегда, да? Тут уже зависит все от предпочтений героя. Некоторые не брезгуют ничем, а некоторым подавают только определенные действия. От других они просто откажутся. Например, набожный герой будет снимать стресс только молением. Ему до лампочки и другие способы. Чтобы снять стресс, мы помещаем героя в ячейку, платим деньги и до следующего игрового дня он пропадает. То есть в поход его взять уже нельзя. Следующий, по крайней мере. Если в храме медитации, покаяния и молитвы, то в таверне блядство, разврат и наркотики. Я сейчас не шучу. Наркотиков нет, есть алкоголь. Можно утопить горе в вине, снять отборных шлюх или предаться азартным играм. В отличие от храма, это заведение может сыграть злую шутку с игроком. О, как получается, да? Например, можно случайно выиграть какой-нибудь артефакт. Но, да, чаще всего, конечно же, проиграть. Или пропить все и без того не бесконечные деньги. Так что тут уж на свой страх и риск. Есть кузница и гильдия героев, где и прокачиваются персонажи. Отдельно доспехи, и отдельно оружие. Тут как раз таки увеличиваются базовые их показатели. Прокачка происходит за золото. В гильдии улучшаются навыки и открываются еще и неоткрытые новые. Также есть лагерь охотника. Там покупаются лагерные навыки, но они, как правило, просто не нужны, да и усилить их нельзя. Что, кстати, промах, на мой взгляд. Также есть бесполезная цыганская кибитка. В ней продают артефакты. Артефакты и так тачатся из руин в большом довольнике количестве и делятся по эпичности на манер стандартной РПГ. Как правило, это просто барахло, которое выгоднее продать. Но есть очень ценные вещи. Часто такие вещи в обмен на полезные качества добавляют бед. Например, за усиленное лечение висталка будет сильнее жертвовать рассудком. Однако вещи это полезно, иногда даже необходимое. Каждый герой может носить до двух артефактов, часть из которых подходит только определенному классу. При смерти героя артефакты можно забрать с тела, лишь бы только хватило места в багажнике. Хотя, конечно же, лучше все-таки не умирать. Зато очень полезна больница. Бродя по подземельям, персонаж может подхватить болезнь, которая будет негативно сказываться на способностях, а также приобрести черту характера, негативную или позитивную. По окончанию похода участвовавшие герои с 90% вероятностью получают такие черты. И если с позитивными все понятно, это может быть плюс к меткости или лучший перенос темноты, то негативные могут сильно подгадить. Например, персонаж станет клептоманом и будет без спроса скрывать попадающиеся контейнеры, которые могут быть прокляты или защищены. Он может воровать вашу добычу, он может отказываться снимать стресс доступными способами, и он еще много чего может. Правда, иногда и положительные качества играют злую шутку. Например, наважный персонаж может просто взять и свалить на неделю в паломничество без спроса. Тут так уж заведено. Это, знаете ли, все равно лучше, чем проиграть в карты артефакта или пропить золото. Из других достопримечательностей лежат ваши мертвые персонажи. Очень скоро оно будет кишить ими, будьте уверены. Правда, иногда может случиться чудо, и на выбор один из них может воскреснуть. Это тут один из множества ивентов. Каждый божий день в Гамлете что-то дослучается, и это визуально отражается на карте. То дилижанс привезет больше героев, то саранча пожрет урожай и еды в магазине не останется, то все упадут духом и психику восстановить будет нельзя, то наоборот все воспрянут, в общем, успевают только удивляться. Скучно не будет. А что дальше? А дальше снова подземелья. Итак, всю игру. Цель перебить целую ораву боссов, которые легко дадут прикурить героям. Всего подземелья несколько типов. Это руины, заповедник, чаще бухта и темнейшие подземелья. Последние только для совсем очумевших от силушки богатырских героев. Притом они посетят его лишь единожды, больше они туда не ногой. Остальные четыре различаются по дизайну и населению. Благодаря последнему какие-то локации удобнее для одного состава, какие-то для другого. К примеру, в бухте очень большой шанс подцепить болезни, так что без лекарств лучше туда вообще даже не соваться. Ну и так далее. С DLC были добавлены еще две локации. Внутренний двор, не рекомендуемый новичкам. Новички это те, кто не отторабанил часов 100 в игру. И крестьянский двор. Ну, а DLC попозже. Чем больше проходите один тип подземелья, тем выше становится их уровень. Опять же, герой также сопоставляет уровень свой с уровнем подземелья. Проще говоря, они напрочь отказываются идти в подземелье уровня ниже, чем они, мотивируя это тем, что мол, да с этим даже любой дурак справится. Мне бы что-нибудь такое посложнее. Хотя, кого он обманывает, ему и там, и там наваляют. И вот так вот понемножку убивая орды невероятных боссов, мы будем постепенно узнавать сюжет. Что стало с поместьем, с его хозяином, почему тут столько отвратных рож бродит, откуда эти твари вообще и так далее. Игра, как видите, очень налегает на репетативность, как и полагается Роглайку. Но Этеру навешивается невероятной атмосферой. Правда, тут даже не знаю, с какой стороны ее похвалить. Все-таки неуверенность, уныние, безысходность это явно не то, что можно рекомендовать всем и каждому. Однако, почему бы и нет? Игре удается передавать это невероятное ощущение упадка и повсеместной средневековой грязи. Подкрепляется это шикарной музыкой. Она здесь практически бесподобна. Не лучшее, что вы слышали, атмосферой нужно еще поискать. Жаль лишь, что у Гамлета только одна тема, двухминутная, поэтому, будучи пущенной по кругу, может надоесть за много часов игры. Но она очень атмосферна. Как и трек Исследования Подземелий. Боевые треки тоже очень даже интересны, не пытаются казаться эпичными, но и не тягомотные. То, что надо. Хотя разнообразие не помешало бы, как по мне. В игре официально всего 14 композиций. Было бы неплохо, если бы с DLC добавили новых, но они не добавили. Не меньше на атмосферу влияет и визуальный стиль. Вся игра выполнена в таком 2D, все объекты, включая героев, будто бы нарисованы. Притом, в очень реалистичном и в то же время немножко угловатом, карикатурном и гротескном даже стиле, что неудивительно для такой игры. Получается очень интересное сочетание. В цветовой палитре превалируют красные и черные цвета, что также добавляет ощущения от погружения в подземелье. Неповторимый стиль. Это действительно достойная фишка игры. Теперь можно рассказать про недостатки, а также пройтись по DLC. Начну, наверное, с последнего. Первые два, Шелдбрейкер и Мушкетир, добавляют, собственно говоря, Щитолома и Мушкетера. Кстати, обе женщины. Подобные DLC я считаю над ругательством над игроками. Я ругал за это XCOM 2, когда там откровенно торговали кастомизацией. Здесь не все так плохо, реально новые классы, это круто, это то, что нужно игре. Но вот если бы они объединили их в один DLC и сделали бы, скажем, три героя сразу, это было бы куда более правильным ходом и не создавало бы впечатление, что разработчики распилили игру на куски и торгуют ими, как это сегодня принято в принципе у всех. Хотя, учитывая источник бюджета игры, вряд ли это так. Скорее уж были сборы на нового персонажа конкретно. Не знаю, но я очень не люблю, когда так делают. Притом, кроме персонажа, ничего больше в этих микро DLC нет. И не поймите меня неверно, новый персонаж в Darkest Dungeon это классно, не просто ж так я купил этого самого щитолома. Проблема кроется во вкладке Мастерская в Стиме. Вы просто посмотрите, какое тут громадное количество классов. Притом, многие переведены на русский язык. Есть действительно интересные классы. Да, далеко не все сбалансированы, но проблема игры в том, что она и без сторонних модов не блещет балансом. Сейчас расскажу об этом, только сначала закончу про DLC. Знаете, я вот только что обнаружил, что DLC с мушкетером так кажется бесплатная. Надо же. Пожалуй, это его полностью оправдывает. Но вот щитолом, да, класс классный. Оценили шутка, да? Но не за отдельную плату. Не надо так. Второе бесплатное DLC Badger's Circus. Оно добавило в игру сетевой режим. Теперь мы можем сражаться на арене такого гротескного цирка с живыми игроками. Бои происходят по несколько измененным правилам, нам сразу доступны многие артефакты и герои у нас чистые. И все в таком же духе. Я пробовал пару раз, мне понравилось. Наверное, потому что я оба раза выиграл. Не бог есть что, но весьма любопытно. И будет хорошо, если эту идею разобьют в продолжении. Первое нормальное DLC за деньги это Crimson Count. Тут как раз был добавлен внутренний двор, а также вампиры и возможность заразиться вампиризмом. Тогда герою придется постоянно потреблять кровь, новый расходник, который, однако, серьезно усиливает его на время. Ну и где есть вампиры, там есть и охотники на них. Случайно может как черт из табакерки выпрыгнуть охотник на вампиров и начать выносить вашу группу просто, чтобы неповадно было с вампирами прогуливаться. Также добавили новый класс. Опять же, это самобичеватель. В целом, DLC довольно заметно повысило и без того высокую сложность игры, но это все хотя бы можно назвать полноценным DLC. Я даже так скажу, оно вполне себе интересное, хотя можно было бы сделать что-нибудь поинтереснее, честно. Второе, Color of Madness. Оказывается, цвет безумия голубой. Да, а вы не знали? Это многое объясняет, правда же? На нашей земле упал метеор. Странно, да? Щупальца средневековья, грязь, и вдруг метеор. Хотя, почему бы и нет? Опять же, лавкрафтовщина полным ходом прет. Ну и вот, упал он, значит, на крестьянский двор, и все крестьяне кристаллизировались. Это особая локация, где ты просто находишься в режиме боя, а враги прут бесконечно. Тут нужно выстоять как можно дольше, и это очень непросто. Ну и очередной неплохой, в принципе, сюжет про то, как все плохо. А теперь давайте немножко поговорим о минусах. Пора, боже, под конец. Я бы выделил их всего два заметных. Первый не очень серьезный, но неприятный. Тут очень плохая локализация. Во-первых, просто посмотрите хотя бы скриншоты английской версии и сравните шрифты. Это что у нас за хрень такая вместо классного готического шрифта? Неужели нельзя было найти похожие? Я точно знаю, что такие есть. Я сам им пользуюсь в фотошопе. Иногда названия на русском не умещаются и слова просто обрываются. Это в игре-то, где любые технические сведения знать просто необходимо. Генерация английских имен это ладно, хотя почему бы в локализованной версии не локализовать и список генерируемых имен? Мне вот это вот непонятно. На XCOM 2 тот же есть отдельный мод с подобной функцией. Тут я такого не нашел. Возможно, он, кстати, тоже есть. Это ладно, а вот постоянная болтовня персонажей, жирающее время это сильно бесит. Говорят они посредством всплывающих облаков, как в комиксах, и текст выводится постепенно. Говорят они очень много и очень часто. Любые маломальски серьезные действия они комментируют. В итоге по крупице, помаленьку, так знаете, у нас отнимает много времени. Особенно это бесит в бою, где постоянно приходится сжать мышкой куда-нибудь, чтобы пропустить эти потоки больного сознания. Я был бы безумно рад узнать, что в продолжении завезли возможность отключать эти монологи, потому как они тоже не блещут разнообразием и читать одно и то же скрижеча зубами и самое продуктивное занятие в этой игре. Но второй недостаток куда более серьезен это баланс. Я не скажу, что тут отсутствует, это будет неправда. Он есть и он неплох, но он не настроен как надо. Мы не будем сейчас рассматривать моду и правящий тот самый баланс, ведь всегда можно сесть на любимого конька и сказать, что это просто ты, автор ролика, криворукий и не умеешь играть, а вот я взял антиквара и им всех выносил соло. Да, но почему-то когда я после 70 часов игры пошел смотреть советы, все советчики как один начинали рассказывать про несбалансированность классов. И все мастерские походы строятся, например, на двух разбойниках в первых рядах и двух весталках. Не нужно мне рассказывать про то, что золото антиквар приносит больше. Чтобы его получить, нужно для начала выжить, а ее умение это просто хрень собачья, она бесполезна. И часто многие другие классы тоже бесполезны. Шут плохо снимает напряжение группы, а в качестве атакующего он тут нафиг не нужен. Оборотень слишком долго разгоняется, да еще и группу пугает. В общем, есть классы, трудноприменимые в большинстве случаев, а есть вообще бесполезные. И это в игре, где баланс играет огромную роль. В итоге мы добавляем новых персонажей, часть из них даже за деньги, в то время как старые нафиг не нужны в полном составе. Вот это уже свинство. Ну и, пожалуй, это все. Больше сетовать не на что. Подводя итог, замечательная игра. И хотя атмосфера тут тягучая, не совсем простая для восприятия, она все же замечательно передана. Игра рассчитана на долгий прогресс, то есть будьте готовы откатав часов 50 с видом дурака потом воскликнуть «Аааа, так вот как надо играть-то, блин!» А потом еще 100 часов отторопанить тем же результатом. Явно не на вечерок игра, мягко говоря. Но зато масса впечатлений вам будет обеспечена. А когда вы устанете от оригинала, вы пойдете в мастерскую стима, где немаленьким преданным сообществам за 5 лет существования игры понаделали целую гору модов. Но это уже совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok